Что все-таки такие вещи нужно рассматривать как предвыборную риторику и понимать, что такое есть выбор президента в Соединенных Штатах, что это специфическое шоу. Но при этом, мне кажется, если сложить в принципе за все конфликты, все кровавые конфликты, за которыми последние десятилетия стоят Соединенные Штаты Америки, и здесь, кстати говоря, роль и Американской демократической партии, и представителей консервативного движения, мне кажется, сопоставима, то вполне можно это сравнить с глобальным мировым конфликтом. Почему нет? Вот если и по числу жертв, и по страданию мирного населения, и по степени разрушительности для государственного устройства стран все это проанализировать в совокупности, все то, зачем скрываются Соединенные Штаты и их элиты, зачем торчат белотомовские уши, то мне кажется, это действительно сопоставимо с мировым конфликтом. Спасибо. Следующий вопрос. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин разъяснил послу Израиля в Москве принципиальные подходы российской стороны по украинскому кризису. Можете ли вы сказать, как МИД РФ оценивает политику Израиля в отношении Украины, что явно расходится с интересом? Вы не могли бы повторить вопрос последнюю часть, я не расслышала. Нет звука. Можете ли вы сказать, как МИД России оценивает политику Израиля в отношении Украины, что явно расходится с интересом? Мы сожалеем о том, что у представителей израильского политического эстеблишмента и представителей государственного уровня неверное восприятие причинно-следственных связей нынешней ситуации на Украине и всего происходящего там, как сегодня, так и на протяжении последних десятилетий. Мы регулярно используем наши двусторонние контакты для того, чтобы доводить до Израиля уважение его суверенитета и самостоятельного качества определения внешнеполитического курса, российскую позицию, в том числе применительно к украинскому кризису. И поэтому регулярные двусторонние контакты на разных уровнях используются, в том числе и с этой целью. Наша позиция по этому вопросу по ситуации вокруг Украины принципиальная. Она имеет фактологическое основание, она неконъюнктурна, ну и, конечно, необходимо учитывать, и мы каждый раз используем наши контакты с израильскими коллегами, как по дипломатической линии, так и различного уровня, и по линии гражданского общества, для того, чтобы объяснять, хотя действительно нам странно, что руководство Израиля, политические силы этого не понимают, что ситуация на Украине, которая формировалась не один год, имеет прямое отношение к Второй мировой войне и к теме нацизма и его реинкарнации на территории современной Украины. Что у этого всего исторические корни, и кому как не Израилю это должно быть известно. Спасибо, и последний вопрос. В пятницу стартует очередная Мюнхенская конференция по безопасности, разумеется, без нормального российского представительства. Что от нее ожидает МИД, и как оценивает эффективность этой площадки до и после февраля 2022 года? Вы знаете, мы ничего не ожидаем, потому что мы за последние годы наблюдали последовательную деградацию Мюнхенской площадки, как вы говорите. Я думаю, что мы опубликуем сегодня развернутый материал с исторической ретроспективой, с цитатами из выступлений наших представителей. Я очень хорошо помню, как начались вот эти очевидно выраженные кризисные явления, в том числе, когда начала доминировать только одна страна на Мюнхенской конференции, а именно Соединенные Штаты Америки. Хотя я напомню, что на самом названии указывается, что речь идет о безопасности и политике безопасности на европейском континенте. Тем более было дико наблюдать, как именно Соединенные Штаты, в общем-то, представляют другой континент, диктуют своим сателлитам там и повестку дня, и самое главное, буквально надиктовывают выводы, к которым должна конференция прийти. Вот буквально так это все было. Я очень хорошо помню, как ситуация на Украине, которая развивалась в 2013-2014 годах, вызывала смех у участников этой конференции. Это все было. Поэтому это действительно все деградировало достаточно длительный период, и мы делали все для того, чтобы вернуть обсуждение в настоящее политологическое, историческое, дипломатическое русло. Но, видимо, они пошли другим путем. У нас немало альтернативных площадок и наших, в нашей стране, международных, и зарубежных, в которых мы принимаем участие на разных уровнях. Поэтому есть хорошая альтернатива тому, что, к сожалению, сейчас уже недееспособна. И сегодня же мы повесим материал с историческим свидетельствованием попыток нас, этот форум, как-то удержать от падения в пропасть. Спасибо. Так, с нами Лея, портал Ньюс Ру. Здравствуйте, Мария Валюровна. Да, добрый день. Первый вопрос вот такой. Вы упоминали ситуацию с обострением на азербайджанской границе, и вот интересно, какие меры, какие усилия прилагает Москва для разрешения разногласий между Баку и Ереваном. И как, по-вашему, здесь чем возникла эта эскалация? Ведь буквально недавно, судя по заявлениям, Ереван признал Тарабах части Азербайджана, и стороны вместе активно работали над согласованием технического договора. Что же произошло? Вы знаете, я уже только что действительно прокомментировала, мне нечего к этому добавить. Хорошо, спасибо. Тогда сразу к второму вопросу перейдем. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов сообщил о согласовании Москвы и Баку за переговоров будущих по будущим российским миротворцам в Карабахе. Вот нам интересно, какова переговорная позиция Москвы по этому поводу на сегодняшний день. Я могу сказать, что продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно деятельности российского миротворческого контингента. Наш диалог в этой сфере носит регулярный характер и выстраивается в конструктивном ключе. В числе обсуждаемых вопросов перспективы возвращения армянского населения в Карабах при надлежащем обеспечении его прав и безопасности. Организация совместного патрулирования, охрана памятника культурно-исторического и религиозного наследия. Спасибо. И у нас есть еще один вопрос к вам по поводу наших заокеанских партнеров, так называемых. Как вы можете прокомментировать призыв Трампа к странам НАТО с требованием поднять затраты на помощь Украине до уровня самих США? Вот означает ли это, что Трамп намерен в случае избрания президентом продолжать по его действиям в Украине или пытается как-то вывести Соединенные Штаты из этой военной? Мне кажется, что с тем, что имеет в виду тот или иной кандидат в президенты США, должны разбираться американские избиратели. Я им, честно говоря, сочувствую, потому что сделать это практически невозможно. Если вы возьмете любую предвыборную кампанию предыдущих лет, чего только не обещали, чего только не говорили кандидаты, лишь бы только американцы за них проголосовали, живые или мертвые, кстати. А потом, если вы сравните их действия с заявленными целями, вы поймете, насколько там большой водораздел проходит. Поэтому и в этой ситуации, мне кажется, нужно просто понимать, что речь идет о предвыборном таком накале, никого не интересует. Такая, видимо, у них традиция выполнить свои обещания кандидат, не выполнит. Что он там говорит? Видимо, важны только эмоции, только вот эта внешняя какая-то такая атмосфера, так сказать, выборов по-американски. Все остальное, видимо, так сказать, не имеет значимости или значения. Но разбираться с этим должны граждане США. Понятно. Можете вы уточнить, собственно, поднять траты стран НАТО до уровня США в обеспечении боевых действий на Украине? Есть ли какой-то действительно реальный шанс? Вы знаете, это напоминает какие-то, знаете, сказки или там античные мифы, или там восточные сказания про то, как какого-нибудь подневольного человека заставляли продать буквально все. Понимаете? Когда все, уже ничего не осталось, ни жилья, ни еды, ни одежды, а все равно все требует, так сказать, на алтарь собственной алчности. Что тут брать-то уже? Там уже ничего не осталось у партнеров США по НАТО. Но я не знаю, может, только если Британию они потрясут, и из какого-нибудь Букингемского дворца какое-нибудь очередное бриллиантовое яйцо выкатится, не знаю. А уже просто брать нечего. Ну, вы понимаете, они уже в виде обещаний, уже даже не в виде конкретных трат или конкретных траншей, или конкретных сумм выделяют страны Европейского Союза помощь киевскому режиму, а уже просто в виде обещаний, потому что выделить то, что заставляют их выделить США, сейчас не представляется возможным. Они рухнут все. И, помимо всего прочего, это же должно чем-то еще быть обеспечено, да? Не просто выписанный чек, под ним же должна стоять какая-то фактура или номенклатура, а этого ничего нет. Но это при этом, я с вами абсолютно согласна, характеризует политику Соединенных Штатов Америки, которая сводится к абсолютному третированию своих партнеров по НАТО в виде стран Европейского Союза для того, чтобы их экономически обескровить. Это задача, по-моему, максимум для того, чтобы устранить конкурента себе, учитывая те чудовищные экономические показатели, финансовые и так далее, которыми характеризуется нынешнее состояние американской внутренней и внешней политики, экономики и так далее. Спасибо вам большое. Вам спасибо. С нами ли медиакорпорация Китая. Да, добрый день, Мария Владимировна. У нас сегодня два вопроса. Совет ВЕС принадлежит постановление, которое дается легальную базу для использования прибыли от заморозных активов в России и для Украины. Заявление Совета поясняется, я конситирую. Центральные депутатрии, владеющие активами ЦБ на сумму более миллиона евро, должны отдельно учить чрезвычайные оттатки денег и средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. И кроме того, депутатрии, он подключается в распоряженном заполученной чистой прибыли в документе. Вопрос в том, какие меры приметны в России. Вы знаете, проблема в том, что практически ничего я не услышала из вашего вопроса. Давайте, может быть, помедленнее, почетче. Простите меня, но просто очень плохо слышно было. Не исключаю проблем со связью. Прошу прощения. Я не формулирую сам вопрос. Совет ЕС утвердил постановление, которое дает легальную базу для использования прибыли от заморозных активов России и для Украины. Такими будут ответные меры России в этом случае. Да, если вы имеете в виду решение от 12 февраля, я так понимаю, это, да, то действительно Совет ЕС объявил о принятии нормативно-правовых актов. Они оформили ранее анонсированное намерение обособить на отдельных счетах прибыль, которые приносят замороженные в соответствии с самоуправным, нелегальным, незаконным решением ЕСовцев российские суверенные активы. Брюссель подчеркивает также, что данный шаг открывает дорогу к конфискации в перспективе таких доходов, которые имеется в виду направить в бюджет ЕС, а в последующем, возможно, на поддержку режима Зеленского и затягивание украинского конфликта. Наша позиция неизменна. При всех словесах и формулировках мы квалифицируем это как воровство. Любые действия ЕС по замораживанию, потенциальной конфискации, еще как угодно они могут это формулировать, средств и имущества российских граждан, юридических лиц наших суверенных резервов являются грубейшим нарушением не только нормы принципов международного права, но и имеющихся договорных обязательств. Я, кстати, хотела бы сделать отдельный акцент на законодательстве конкретных стран. Уже не раз указывалось, что в том числе и Европейским Центральным Банкам, что воровство Европейским Союзом с подачей Вашингтона российских активов может буквально открыть ящик Пандоры. Тот факт, что для этой цели Европейский Союз готов переписывать даже собственные законы, даже уже и постфакту, лишь подтверждает замысел Брюсселя в корне противоречит внутреннему ЕСовскому законодательству. Ответственность за последствия попыток конфискации, опять же, воровства российских активов будет лежать исключительно на Евросоюзе и лично на его политическом руководстве. Россия оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер в отношении Евросоюза и его стран членов для защиты своих собственных законных интересов. Хотели бы еще раз предупредить ЕСовских чиновников о том, что неизбежный долгосрочный ущерб для самого Европейского Союза в случае кражи средств, которые по праву принадлежат России, многократно превысит потенциальные сиюминутные выгоды. Подобное, кстати, уже произошло с антироссийскими санкциями, которые спровоцировали в Европейском Союзе беспрецедентную инфляцию, энергодефицит, падение доходов граждан, привели к экономической стагнации, деиндустриализации, рецессии. А Германию некоторый локомотив ЕСовской экономики, да и в общем центральную экономику мира, и вовсе погрузили в экономический кризис. В то время как экономика России давно слегка компенсировала незначительные СПА 22-го года и продолжает успешно развиваться, укрепляя при этом финансовый, промышленно-технологический суверенитет, мы еще раз говорю, предупреждаем страны Европейского Союза от нарушения законодательства во всех сферах. И, кстати говоря, у нас есть свое законодательство, которое будет применено со всей мощью для выработки ответа. Остатки же репутации Евросоюза как надежной юрисдикции для ведения бизнеса, инвестиций третьих стран будет безвозвратно утрачены. Большое удовлетворение Вашингтона, между прочим, уже с готовностью, предоставляющим тихую гавань для стремительно бегущих из Европы высокотехнологичных прибыльных производств. Теперь, видимо, на очереди и эмиграция иностранных капиталов из Европейского Союза, потому что все будут понимать, в любой момент Брюссель сможет их прикарманить и может присвоить себе эта самая клептократическая верхушка Европейского Союза. Так, с нами... Спасибо, Владимир, у нас есть еще вопрос. Я очень плохо слышу, давайте еще раз повторить, пожалуйста. Есть еще один вопрос. Давайте. ... о 12 февраля в этот день израильская... ... еще об одном событии 12 февраля. В этот день израильская авиация начала удары по городу Радапов на юге сектора Горадуса. Спустя несколько часов Форель заявил, что власти, поддерживающих Израиль, Александр, должны перестать умолять его прекратить, убивать палестинцев с теплой газа и начать действовать, например, ограничить подставки оружия. Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что США и партнеры работают над сделкой между Законарелем и КамАЗ, который отсматривает паузу. Байден, на 6 недель. А еще что-то, конечно, это Дмитрий Блинкен, в этом специфе страны Южного Востока оценивается. Надеюсь, что хотя бы немного случилось, прошу прощения, есть проблемы с тем, что я понимаю, как Россия оценивает усилия США по урегулированию палестинно-израильского конфликта. Так, я поняла, значит, для того, чтобы оценить усилия США по урегулированию палестинно-израильского конфликта, нужно увидеть хоть какие-то результаты. Мы пока видим антирезультат, который говорит о абсолютной неспособности Соединенных Штатов Америки нести ответственность за и этот регион, и в целом за те международные конфликты, в которых они считают себя вправе участвовать в качестве модераторов. Мы еще раз со своей стороны подтверждаем необходимость консолидации международных усилий в интересах скорейшего урегулирования беспрецедентного кризиса в зоне палестинно-израильского конфликта. Напомню, жертвами уже стали десятки тысяч человек, подавляющее большинство — это мирные жители сектора Газа, среди них много женщин и детей, по некоторым оценкам более половины. Мы крайне встревожены заявлениями израильской страны о планируемом расширении военной операции в городе Рафак. Реализация этого опасного сценария приведет к катастрофическому развитию масштаба гуманитарного бедствия. В Эпин-центре окажутся более миллиона жителей сектора Газа, которые бежали от боевых действий в этот город на границе с Египтом. «Необходимо сделать все возможное для предотвращения такого развития событий. И наша общая задача — как можно скорее остановить кровопролитие и обеспечить условия для налаживания устойчивых каналов оказания гуманитарной помощи населению анклава». Россия не раз говорила, что без восстановления четкого политического горизонта урегулирования ближневосточной проблемы добиться прочного мира в зоне конфликта буквально не получится. Поэтому после преодоления острой фазы кризиса считаем необходимо приступить к формированию условий для перезапуска политического диалога между палестинцами и израильтянами, который должен быть нацелен на комплексное решение всех спорных вопросов в известных международно-правых рамках определенных резолюций ООН и ее Совета безопасности. Результатом такого переговорного процесса должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире безопасности с Израилем. Разворачивающиеся в регионе трагические события показывают разумные альтернативы, такому подходу нет». Спасибо вам большое. Спасибо вам. С нами Лерейтер. Мария Владимировна, добрый день. Да, здравствуйте. Мы с вами. У нас два вопроса. Один в предложении вопроса коллеги из медиакропорации Китая про ответные меры России на действия ЕС в случае использования доходов от российских замороженных активов или их экспроприации. Россия часто говорит про свой ответ, но все-таки каким он будет? Вы только что сказали, что Россия совсем мощью использует свое собственное законодательство. Будет ли это, например, конфискация активов европейских, которые сейчас находятся под управлением правительства России после ухода иностранных инвесторов, либо это будут какие-то другие действия? Какой-то конкретики хотелось бы? Я понимаю, что хотелось бы конкретики. Вы же прекрасно понимаете, отвечать можно на какие-то действия. Вот сейчас было принято это решение, и поэтому в настоящее время в правительстве рассматривается ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на недружественные страны и их физических и юридических лиц в контексте возможного изъятия российских средств имущества. В числе прочего, прорабатываются опции и зеркального действия, формируются алгоритмы действий в случае лишения России накопленных резервов. Как вы понимаете, вся эта работа ведется не под камерой или микрофоном. Мы принципиально свою позицию обозначили. Отвечать уже будем по мере, так сказать, безудержности ЕСовского Брюсселя. Ну а вы представляете, если они раньше времени обрадуются? Тоже же неправильно. Спасибо вам большое. И второй вопрос. Наши источники говорят о том, что Россия на протяжении 2023 года несколько раз по неофициальным и другим каналам, в частности через посредников, посылала в США сигналы о готовности рассмотреть пути к вопросу достижения перемирия в конфликте на Украине. Но США эти сигналы отвергали тоже неоднократно. Вот можете ли вы сказать, были ли подобные контакты между Россией и США? И если были, то чем США обуславливали свой отказ от мирных инициатив России? Во-первых, мне кажется, сегодня вы должны были слышать ответ на такой же вопрос министра иностранного дела России Сергеевича Лаврова в ходе выступления в Государственной Думе. Это, во-первых, где он, так сказать, отрицал подобную информацию. Второе, мне кажется, это просто интерпретация того, о чем мы говорили неоднократно публично, отвечая на вопросы о переговорах. Возможно ли, при каких условиях возможны эти переговоры, почему они не идут и так далее. Мне кажется, это просто неверная интерпретация. Ну, если не сказать злонамеренно, я не хочу так говорить, хотя и такое очевидно возможно, именно многочисленных вопросов о, так сказать, перспективах мирного урегулирования переговорного процесса и так далее, и так далее. Неоднократно подчеркивали, что переговоры шли с киевским режимом после того, как Киев подобные переговоры запросил в 2022 году. Подобные переговоры были сначала остановлены британской стороной после визита Джонсона, Бориса Джонсона на Украину, а затем на юридическом, на законодательном уровне этот запрет на переговоры был закреплен Соединенными Штатами Америки. Также говорили о том, что, собственно говоря, не мы прекращали эти переговоры, как раз отвечали и ответили на украинские предложения по тексту, и на этом все завершилось из-за давления на Зеленского и на киевский режим Запада. Отвечали миллион раз на вопросы, а что нужно сделать, чтобы, так сказать, возобновить переговорный процесс, и тоже ответ предоставляли, наверное, Западу каким-то образом разблокировать, так сказать, свое же решение, собственно, запрещающее киевскому режиму введение этих переговоров. Я думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то, знаете, сплетни, слухи, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, не знаю, и вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории. Позиции наши абсолютно открыты. Все, президент России Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, все представители нашего правительства, которые, в чью компетенцию входят комментарии, публичные заявления на этот счет, говорили именно об этом и неоднократно, очень детально и подробно отвечая на эти вопросы. Что-то непонятное, что же опять придумывать какие-то, так сказать, интерпретации открытой и, по-моему, абсолютно адекватной российской позиции. Но если у вас есть более подробная информация ваших источников, хотя бы понять, о чем идет речь, понимаете, так сказать, я не знаю, вот даже без называния источников хотя бы дайте спросить у них, что конкретно они имеют в виду, как-то больше деталей на этот счет, потому что так даже комментировать.